Воскресное утро 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 понимать, как к нему относиться. И Иисус говорит, как же мы можем узнать такого человека? Он говорит, очень просто. Он говорит, дорогие, вы можете узнать их по их плодам. Вот у меня тут картинка где-то есть, да? Картинка где-то есть, специально сделал. Иисус говорит, посмотрите на их плоды. И Он говорит, никакое хорошее дерево оно никогда не будет приносить плохого плода. И плохое дерево не принесет хорошего плода. Поэтому Иисус говорит, смотрите на плоды. Знаете, если вы невеликий садовод, то вы с трудом отличите разные деревья, например, зимой, пока они не зацвели, пока они не принесли плод. Я, например, невеликий садовод и яблоню от груши я не отличу. Мне скажут, вот это яблоня, это груша. Я скажу, да, серьезно, а я даже и не знал. Но придет время собирание плодов и меня уже трудно будет обмануть. Понимаете? Если мне покажут на яблоню или на грушу и скажут на яблоню, это груша, я подойду, посмотрю на плоды, скажу, да, ну ладно, ну зачем так? Я, конечно, не великий садовод, но уж яблоко от груши я отличу. Согласны? Священное Писание говорит, что мы должны дождаться плодов, мы должны посмотреть на плоды, чтобы определить, кто же стоит перед нами, какие плоды. Это очень важно, это нам пригодится. Смотрите, давайте посмотрим дальше с вами. Вы понимаете, чем я говорю, да? То есть, ведь на протяжении истории очень много приходило людей, которые были великими. Если мы с вами вспомним, ну, разных персонажей истории, например, того же очень известного Адольфа Гитлера, да? Ведь он поднял свою нацию, он поднял Германию, но в результате, какие потом были плоды? Да ведь? И мы из того узнали, кто же был этот человек. Кто заметил раньше, они знали, как к нему относиться, кто он такой на самом деле. По плодам, говорит Иисус, узнаете их. Смотрите, 1 Коринфянам, 3 глава, 1 стих. И здесь апостол Павел говорит, «И я не мог говорить с вами, братья, кому он обращается?» Он обращается к Церкви Божией, да ведь? Он обращается к людям, которые называют себя христианами. И если вы почитаете послание Коринфянам, у них действовали разные духовные дары, они говорили на языках, у них были чудотворения, у них были разные-разные проявления. И апостол Павел обращается к ним и говорит, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас не молоком, вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» И смотрите, обращаясь к коринфским христианам, апостол Павел разделяет их на две категории, да ведь? Согласны? Он разделяет здесь христиан на две категории, на духовных и на плотских. Согласны? Да ведь? Он говорит, «Я не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». И когда мы говорим об этом, то мы видим, что плотские христиане и младенчество – это в принципе одно и то же. Согласны? То есть Павел говорит, «Вы младенцы, потому что вы плотские». И знаете, эти коринфские христиане, они могли возмутиться и сказать, «Слушай, апостол Павел, почему ты так к нам обращаешься? С чего ты взял вообще, что мы плотские? С чего ты взял, что мы младенцы во Христе?» Да, апостол Павел, у нас такие дары, у нас такие проявления, да какое право ты имеешь говорить о нас так? И Павел говорит, «Вы спрашиваете, откуда я знаю, что вы еще плотские?» Да без проблем. Доказать много не надо. Он говорит, «Если между вами споры, что там еще написано, зависть, разногласия, то не плотские ли вы?» Понимаете, что я говорю? Павел говорит, «Мне достаточно вот среди вас неделю побыть, неделю, другую, три дня». Я посмотрел, «Вы же еще младенцы». Павел, «Зря ты так, ты нас, ты вот тут…» Знаете, как один киногерой из мультика про Шрека, он сказал такие слова, «Ты меня задел, ты меня очень сильно задел». Так вот эти коринфи не могли сказать Павлу, «Павел, ты просто нас задел, ты сильно нас задел». Мы-то думали, «Ты о нас лучшего мнения». Мы думали, что мы уже такие духовные, в дарах духа двигаемся, все, а ты пришел и все настроение нам испортил. Павел, ты назвал нас плотскими, хотя…» Павел говорит, «Ну, я бы с удовольствием вас не называл так, но я пришел к вам, принес твердую пищу». Вы не можете понять, пообщался с вами, а у вас разделение, споры, разногласия, зависть один говорит, «Я Кифин, я Павлов, я Аполлосов, я там еще какой-нибудь». А как с вами еще, говорит Павел, разговаривать? Надо что-то делать с этим. И, дорогие, когда мы сегодня смотрим на церковь, на христианство, мы видим, что вот эта проблема, она никуда не исчезла. Мы видим, что то, что писал Павел тогда, две тысячи лет назад, сегодня это точно так же актуально. проблема современной церкви, или это проблема церкви всегда была, но так как мы сегодня живем в современности, это плотское христианство или младенчество, да ведь? Посмотрите, сколько сегодня в церкви споров, разделений. Христиане между собой разделяются, одни не могут встречаться с другими. Один пришел, сел, другой заходит и говорит, «Я рядом с ним не сяду», и куда-то переходит на другое место, а потом мы все мило славим Бога и говорим о каких-то духовных вещах. Павел говорит, «Дорогие, дорогие, не должно так быть». И Павел говорит, «Вы поступайте, как люди этого мира». Как люди этого мира. «То есть в этом мире так жить нормально». Согласны? А что притихли-то все? Такая тишина в зале. «Ты нас задел, ты нас очень задел». Павел говорит, «Послушайте, в этом мире это нормально, когда люди так живут. В этом мире нормально, когда муж с женой грызутся, как собаки. В этом мире нормально, когда люди ненавидят друг друга, живут в ненависти, в ссорах, в спорах, в разделениях. Павел говорит, «Дорогие, но у вас так не должно быть». Мы-то ведь новое творение во Христе Иисусе. Согласны? Священное Писание говорит, что мы свет миру и соль этой земли. И Павел говорит, «Вы поступайте по обычаю этого мира». В этом мире есть свои обычаи. Но Писание говорит, «Мы искуплены от суеты этого мира. Мы новое творение. Мы вообще что-то новое, что в этом мире есть. Мы Церковь Божия. Мы члены тела Христова». Аминь. И давайте посмотрим, дорогие. Апостол Павел здесь говорит, что есть вот люди духовные, а есть люди плотские. И я думал, а кто же такие духовные люди? Кто же такие духовные люди? Или как определить духовного человека? На самом деле Священное Писание призывает нас всегда стремиться к совершенству. Да ведь? Библия говорит, «Поспешим к совершенству». То есть наша жизнь, наша жизнь со Христом это постоянное движение. Это постоянное движение. Мы видим, что Иисус Христос, Он всегда призывал своих учеников, последователей. Он говорил, «Ищите и найдете, стучите и оттворят, просите и дано будет вам». То есть Иисус говорит, что-то делайте, не сидите сложа руки, стучите, не на соседей только. просите, просите, ищите. То есть понимаете, что вера это что-то активное, что-то активное, да, иногда надо остановиться пред Богом, но и там ты останавливаешься для чего? Чтобы взыскать Его. Да ведь? Твое внешнее состояние, оно может спокойно, но внутри тебя идет поиск Бога, ожидание Его присутствия. И вот я думал, кто же такой духовный человек, как определить, к чему стремиться, потому что многие говорят, надо быть духовным человеком, надо возрастать, к чему стремиться. И смотрите, я просто выписал несколько таких вещей, кем же не является духовный человек. И самое первое, духовный, это не значит просто возрожденный свыше. Понимаете, чем я говорю? То есть мы когда-то пережили такой момент, что нам кто-то проповедовал, и мы пришли в церковь, и мы здесь стояли перед кафедрой, и мы прочитали молитву покаяния, и мы сказали, Господь, я верю, что Ты простил все мои грехи, и мы верим, что если Ты это делал с сердцем, если Ты делал искренне, то Ты родился свыше. Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господня, тот спасется. Мы получаем это по благодати, мы не заслуживаем спасения, мы получаем Его благодаря жертве Иисуса Христа, и мы родились свыше, но когда мы говорим о коринфских христианах, были ли они рождены свыше? Судя по всему, да, судя по всему, да, но при этом апостол Павел говорит, дорогие, я бы рад сказать, что вы духовные, но, к сожалению, вы еще плотские, вы младенцы во Христе. Это неплохо, дорогие, это неплохо, но есть на все свои времена. И вот здесь, когда Павел обращается к ним, они возрожденные, но он говорит, нет, подождите, вы еще не в том состоянии, в котором должны быть. И поэтому духовный человек, это не тот, кто просто родился свыше, пережил молитву покаяния, встречу с Богом, это еще не все. Второе, что мы можем сказать о духовном человеке, что духовный человек или духовность человека не определяется временем его уверования. Кто здесь 20 лет верующий? Вот, есть, да? А кто 2 года верующий? 2 года верующий. Меньше, но есть. Хорошо. И знаете, как бывает? Вот человек 20 лет верующий, и к нему подходит новообращенный и говорит, а ты сколько лет уже верующий? Он говорит, я так смотрю, так, ну, встает в определенную, делает определенное по, позиция. Я? 20 лет? 20 лет? Я посещаю церковь. Я был в Доме науки техники, я был в Лаврово, я был на Селькоровской, и теперь я здесь. Я верной церкви 20 лет. И на вопрощенной стоит так, здесь, о, 20 лет. Он смотрит на тебя таким взглядом, как будто у тебя крылья из-за спины растут. И он так смотрит, 20 лет. А я кто я? Я только два года еще тут еще Библию не всю прочитал. И ты смотришь на него так, ну, ничего, парень, ничего. Все впереди. И ты думаешь, ты такой духовный, 20 лет. Но знаете, потом проходит какое-то время, этот новообращенный смотрит на этого верующего 20 лет и выйдет в его жизни такие дела, или поступки, или еще что-то. Понимаете, о чем я говорю? И подходит к нему, послушай, ты же 20 лет верующий. Ты пережил все перемещения с церковью, новая жизнь от юго-запада до вторчермета и до центра. Как ты можешь такое делать? И вот у этого новообращенного вдруг возникает какое-то разочарование. Понимаете, о чем я говорю? Потому что иногда мы думаем, что если человек верующий 20 лет, 25 или там 10, это показатель духовности. Но апостол Павел в послании к евреям обращается и говорит, дорогие, судя по времени, вам уже надлежало быть учителями. То есть Павел говорит, вы уже столько лет верующие, вы уже столько лет ходите в церковь, молитесь, читаете Библию, и судя по всему, вы уже должны быть учителя. А вам до сих пор нужно молоко, а не твердой пищи. То есть Павел говорит, что прошло какое-то время, а люди не стали теми, кем они должны стать. Понимаете, о чем я говорю? то есть время твоего посещения церкви это еще не показатель духовности, не показатель духовности, говорит Священное Писание. И третье, духовность не определяется знаниями и дарами. Помните историю с Саулом? Священное Писание говорит, что после того, как Саул был помазан на царство, он вошел в сон пророков. И что там произошло, кто помнит? Саул пережил Дух Святой. Он пережил сильнейшее помазание Духа Святого. Он был среди этих пророков, и он начал пророчествовать там, среди этих пророков. И если бы люди посмотрели тогда на Саула, как он пророчествует, я не знаю, что он там пророчествовал, но он пророчествовал вместе с пророками, все бы посмотрели и сказали, вау, ничего себе, Саул пророчествует. Вот это духовная личность. Но знаете, когда люди увидели Саула среди пророков, помните, что они сказали? Они сказали, неужели и Саул во пророках? Они удивились, что Саул пророчествует. Понимаете? То есть они видели, как он пророчествует, но они сказали, неужели и Саул во пророках? О чем это говорит? Это говорит о том, что как-то личность Саула с особой духовностью не совмещалась. И если мы смотрим с вами на дальнейшую жизнь Саула, если вы читали Псалтырь, вы читали хоть один Псалом Саула? может может быть конечно и есть какие-нибудь апокрифы, какие-нибудь книги Псалтырь Саула, где Саул молится, пишет о Господи Боже, Давид восстал на меня, порази его лютую язвою, но мы нигде не видим Псалмов Саула. Мы видим, что Саул он был гордым человеком, Давид. Священное Писание говорит, что Саул был выше всех наголов в израильском народе, он был красивый, он был мужественный, он был на самом деле подходящий для воина, но духовностью он не блистал. Но при этом были времена, когда он пророчествовал будьте здоровы. И поймите, дорогие знания и какие-то духовные дары, они еще не показывают твою духовность. И почему мы читали о словах Иисуса Христа про два дерева? Потому что Иисус говорит дальше по плодам их узнайте их. Да ведь? И поэтому сколько бы ты лет не был верующий вопрос, какие твои плоды? Сколько бы ты не имел даров духовных или проявлений вопрос, какие твои плоды? И Иисус говорит, по плодам их узнайте их. Согласны? Так говорит Священное Писание. Смотрите, давайте посмотрим дальше. Галатам 6 глава 1 стих. Я хочу, чтобы мы сегодня немного поразмышляли и мы сдвинулись с какой-то мертвой точки, потому что, знаете, иногда мы в своей жизни дойдем до какой-то точки и мы останавливаемся и мы думаем, все, я всего достиг, я просто, у меня даже уже свое место в церкви есть и все знают, что это мое место и никто туда не садится, я просто все уже достиг. И мы останавливаемся на какой-то этой мертвой точке и нам нужен какой-то толчок, чтобы мы пошли дальше, понимаете, чтобы мы начали двигаться дальше, чтобы мы вас желали больше, мы вас ревновали. Галатам 6 глава, 1 стих. Смотрите, если впадет человек, в какое согрешение, и он говорит, вы духовные. И вот здесь апостол Павел говорит, кто же такие духовные люди? Кто же такие духовные люди? Он говорит, вы духовные, исправляйте таковых в духе кротости, наблюдая каждый со собой, чтобы не быть искушенным. И вот апостол Павел говорит, что все же где-то в церкви есть духовные люди. Потому что иногда ты смотришь на себя и ты думаешь, Господь, я вообще какой? Я какой? Мы будем честными, да ведь? Иногда ты на собрании, ты славишь Бога, поклоняешься, молишься, все классно, и ты чувствуешь, какой ты духовный человек. Просто думаешь, были духовные люди, и из всех них я самый духовный. Потом ты вышел из зала, и вот кофе варят внизу. И вот там проявляется вся наша духовность. И ты стоишь за кофе, чувствуя кофейный аромат, ты любишь кофе с корицей еще, и ты стоишь, и до заветного места осталось три человека, и ты уже стоишь, ты уже в своих мечтах пьешь кофе, и вдруг перед тобой подходит какой-нибудь брат или сестра, и так встает и говорит, я здесь стоял, я здесь стоял. И вот тут вся твоя духовность начинает проявляться. И ты говоришь, когда ты тут стоял? Ты что думаешь тут? Раз в церкви думаешь, все можно что ли? И тут вся наша духовность проявляется. И когда такие ситуации, мы думаем, а я вообще какой? я вообще какой? И вообще есть ли духовные люди? Павел говорит, есть. И он говорит, кто же такие духовные люди? А он говорит, духовные, вы духовные исправляете такового. Кто такие духовные люди? Духовные люди это те, которые способны не обличать. Потому что знаете, порой обличать всех направо и налево особой духовности тоже не надо. Да ведь? Так просто встал и всех ты такой, ты такой, ты такой, ты такой. И вот какой я духовной? Иногда Иисус говорит, послушай, бревно из своего глаза вытащи, и там уже будем разбираться. Священное Писание говорит, духовные люди это довольно-таки взрослые люди, не в возрасте, не в своей вере, они взрослые духовно для того, чтобы помогать другим. Чтобы помогать другим подняться. Павел говорит, если человек впал в какое согрешение, вот духовный, он может помочь, понимаете? Он не осудит, он не добьет, он не опустит, он знает, как помочь этому человеку, он знает, как подняться, его сердце наполнено любовью к согрешившему, и он говорит, я буду молиться за тебя, давай, я буду звонить тебе, мы будем встречаться с тобой, мы будем читать вместе Библию, я помогу тебе вырваться, я помогу тебе подняться, мы пройдем эти долины смертной тени, и ты духовный, Павел говорит, ты помогаешь, ты помогаешь подняться, вот такие люди сегодня нужны больше и больше и больше церкви, понимаете, потому что сегодня, когда я смотрю на жизнь, и к сожалению, тоже иногда на верующих, я вижу, что мы все становимся, мы живем в своем мирке, понимаете, у каждого свой мир, и очень часто мы вообще не замечаем нужды других, мы не видим проблемы других, у нас свой мир, мы не приглашаем в гости, мы сами не ходим в гости, наш дом становится нашей крепостью, общения мало бывает, но Павел говорит, духовные это те, кто не живут просто для себя, они видят других, они готовы помочь, они готовы молиться, они готовы поститься, они готовы наставить, при этом сами они остаются в духе кротости, при этом они кроткие и смиренные, как сказал Иисус, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, аминь, понимаете, что я говорю, все-таки духовные люди есть, и Павел говорит, какие же они, какие же они, смотрите, давайте пойдем дальше, 1 Коринфянам 2,14, то есть когда мы хотим стать духовными людьми, мы должны понимать, чего мы хотим, потому что иногда говорят, вот духовный человек, через него там дары действуют, Иисус говорит, на плоды посмотрите на его, дай Бог, чтобы через всех, через кого действуют дары, были также и хорошие плоды, аминь, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господний, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Дальше апостол Павел говорит, что духовный человек это тот, кто на окружающие обстоятельства смотрит с точки зрения Христа. Писание говорит, мы имеем ум Христов. Понимаете? Очень часто духовность проявляется в том, как мы мыслим, как мы поступаем, потому что Священное Писание говорит, как ты мыслишь, так ты будешь поступать. И Павел говорит, что духовный судит о всем. Почему? Потому что он имеет ум Христов, потому что он имеет общение с Господом, потому что он имеет общение с Духом Святым. Он не судит всех, а он судит обо всем. И смотрите, давайте мы вернемся к плотскому образу жизни, о котором говорит Священное Писание. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть когда мы читаем Библию, Библия нас к чему-то подталкивает. Дорогие, поспешим к совершенству, давайте мы станем духовник. К сожалению, знаете, что сегодня я замечаю в современной церкви, я замечаю, как церковь, она тоже как-то стала делиться, она стала делиться на служителей и прихожан. Такого быть не должно, потому что Священное Писание говорит, что все мы род избранный, царственное священство, мы все, вся церковь, каждый, кто есть в этом зале, мы священники Нового Завета, вы не прихожане, вы священники. Помните, в Ветхом Завете, что хотел сделать Бог с Израилем? Он вывел Израиль из Египта, и что он хотел? Он хотел, чтобы весь израильский народ стал народом священства. Понимаете? То есть весь израильский народ. Но когда Бог начал говорить с Моисеем, они сказали, Моисей, знаешь что, мы не согласны, мы не согласны. И тогда Бог сказал, хорошо, отделите одно колено, возьмите колено левия, и пусть оно будет священством. И одно колено из двенадцати стало коленом священства. Но вначале так не планировалось. Бог хотел, чтобы весь израильский народ был священством. И знаете, это не должно произойти в церкви. Когда церковь делится на священство и делится на прихожан, или как называют намерян, Новый Завет говорит, мы все царственное священство. Мы все призваны быть светом миру. Мы все призваны быть солью земли. И то, что я стою за кафедрой, а вы сидите в зале, это не делает тебя менее священством, чем меня. понимаете? Это наше призвание в этом мире быть священством, быть солью. Писание говорит, что от уст священника народ ищет знания. Когда ты находишься на работе, в кругу родных, среди близких, ты священник, и люди хотят услышать от тебя знания Бога. Они хотят услышать от тебя знания Его воли. И для этого нам надо возрастать духовно. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? Смотрите дальше. Римлянам 8, 13. Ибо если живете по плоти, вот почему я говорил, что эта тема, она очень серьезная. Это тема, которая рано или поздно может стрельнуть в нашей жизни. И мы не можем пройти ее мимо. Павел говорит, потому что если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвяете дела плотские, то живы будете. Священное Писание говорит, что плотская жизнь, она лишает нас благословения. Видите, написано, если живете по плоти, то она лишает нас благословения. Она останавливает нас на пути с Богом. Понимаете? Когда мы живем по плоти, Священное Писание говорит, ничего хорошего в нашу жизнь не приходит. Плоть по своей сути, она несет только смерть, в ней нет благословения. В другом месте Священное Писание говорит, что сеющий в плоть свою пожнет тление, а сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Мы постоянно, каждый день, мы выбираем, во что мы сеем. Мы сегодня современные люи, современные христиане, мы так много заботимся о своей плоти. Мы заботимся вкусно поесть, мы заботимся красиво одеться, мы тратим большие деньги на еду, мы тратим большие деньги на одежду, на машины и еще на что-то. Вопрос, а сколько мы тратим на свою душу? Сколько мы тратим времени, сил, стараний, чтобы сеять в свой дух? Понимаете, чем я говорю? И Павел говорит, это очень, это очень серьезно. И знаете, иногда, когда разговариваешь с людьми, с христианами, мы же все верим, что мы дети Божьей. Согласны? Мы верим, что Иисус взял на себя наши проклятия, что Иисус взял на себя наши немощи и болезни. Мы верим в это? Я так не понял. Писание говорит, Он взял на себя наши немощи, ранами Его исцелились, Он был проклят нас, потому что написано проклят всяк висящий на древе. Священное Писание говорит, что Он сделал нас храмом Духа Святого и Тот, кто нас больше всякого, кто в этом мире. То есть, по сути, христианская жизнь, это должна быть жизнь процветания. Согласны? В начале девяностых на это было бы громко аминь. Спустя двадцать с лишним лет мы сидим и говорим, я уже даже и не знаю, что сказать-то на это. Аминь или не аминь? Скажешь аминь, а вдруг неправильно? А скажу аминь, а вдруг косо посмотрят? И мы уже лишний раз лучше промолчим. Но на священные места из Библии мы можем смело говорить аминь. Мы можем смело говорить аминь. Мы не можем их подвергать сомнению. Но иногда в нашу жизнь приходят такие времена, и ты не чувствуешь себя ни процветающим, ни исцеленным. вообще неблагословленным и Бога рядом ты не чувствуешь. Бывает такое? И ты сидишь и ты говоришь и что? Разве это христианская жизнь? Разве я свет миру? Где те обещания, которые Бог говорит своей Библии? Где процветание? Где исцеление? Где благословение? Где то? Пятое? Десятое? Господь, где твои обетования? В одном из псалмов Давид пишет слова такие, к нему обращается и говорит где Бог твой? И вот ты окажешься в такой ситуации, где люди говорят где Бог твой? И христиане начинают говорить наверное Бог меня не слышит. Если бы Он слышал меня, разве бы я был в такой ситуации? Если бы Он любил меня, разве бы я оказался в такой ситуации? Если бы Он был моим Отцом Небесным, разве бы вот в этот миг Он не благословил бы меня, не поддержал, но я не вижу ничего этого. Почему? Почему? Мы не можем сказать однозначно про все ситуации, но одна ситуация, которая есть в Ветхом Завете, я бы хотел ее посмотреть. Помните человека по имени Самсон? И в конце своей жизни можно его показать? И в конце своей жизни он оказался в очень печальной ситуации. Он оказался в очень плачевном состоянии. Священное Писание говорит, что его захватили в плен, ему выкололи глаза и из него сделали посмешище. Его сковали цепями и так как ему выкололи глаза, ребенок ходил и водил его за руку, а языческие вельможи сидели и смеялись над ним. И это был человек, которого в свое время призвал Господь. Это был человек, которого в свое время Бог помазал. Это был человек, который в свое время брал ослинную челюсть и убивал тысячи филистимлян. это был человек, которого боялась филистимская армия, они боялись связываться с ним, но он оказался вот в такой ситуации. И в этой ситуации он мог сказать Бог, где ты? Почему я оказался в такой ситуации? Почему я слепой? Почему вот эти языческие филистимляне они сидят и смеются надо мной? Господь, где моя сила? Где моя крепость? Бог, почему я вообще оказался в такой ситуации? И мы как бы уже с укором начинаем смотреть в небеса, мы начинаем говорить претензии Богу, мы перестаем читать Библию и мы уже как-то не очень доверяем тому, что там написано. Но вопрос, А был ли Бог виноват в том, что Самсон оказался в такой ситуации? Был ли Бог причиной его слепоты? Был ли Бог причиной его страданий? Ведь в это время его трудно было назвать процветающим, радостным, счастливым. трудно было посмотреть на него в этой ситуации и сказать «Самсон, я такое благословение вижу на твоей голове». Если бы мы посмотрели на него, мы бы сказали «Самсон, ты выглядишь как просто само сплошное проклятие». вопрос почему он оказался в такой ситуации? Почему очень часто мы христиане оказываемся может быть не в таких же, но в подобных ситуациях, где мы говорим «Бог, где ты?» И когда меня спрашивают иногда «Где Бог? Он что, меня не слышал? Он что, меня не видел? Он что, не видел в ситуации, в которой я оказался?» Я всегда говорю «А Бог там же, где Он был всегда?» Вопрос «Где мы?» Понимаете? Понимаете, что я говорю? Да? Вопрос не в Боге. Потому что если мы верим Священному Писанию, мы верим, что Он любящий Отец. Он не перестает нас любить. Как сегодня говорил Олег Казанцев «Бог силен накормить в любых обстоятельствах». Да ведь? Вопрос «Где мы?» Вопрос «Какие плоды и какие пути мы выбираем в своей жизни?» Мы выбираем в своей жизни. И когда мы читаем про Самсона, мы же помним прекрасно, да ведь, когда Бог говорил к его матери, он сказал, чтобы вина не пила, чтобы ничего нечистого в его уста не входило, чтобы волосы он не подстригал, потому что он будет Назореем. Я думаю, что когда Самсон подрастал, его мать, она говорила, Самсон, знаешь, вот ты просто сверхъестественно был рожден, и Бог мне сказал некоторые вещи от тебя. И он говорил, да, мам, я внимательно слушаю, что же тебе Бог сказал? Значит, Бог мне сказал, во-первых, чтобы ты не ел ничего нечистого, ты не стриг свои волосы, потому что у Бога для тебя есть особое призвание. Но когда мы читаем про жизнь Самсона, мы видим, что как будто Самсон все это забыл. Он находит растерзанного льва уже мертвого, настолько мертвого, что пчелы там уже соты сделали, он взял этого меда, ел, принес родителям. Потом он связался с блудницами, потом он открыл секрет своей силы, лишился причины своего помазания, своих волос, и в результате мы видим Самсона в том состоянии, в котором я не верю, Бог хотел его видеть. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? И я верю, что многие ситуации, в которые мы попадаем, это результат нашего выбора. мы выбираем, какими путями нам идти. Согласны? Мы выбираем, как нам поступать. Мы выбираем, как нам поступать. И апостол Павел, дорогие, он говорит такие слова. Я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. то есть апостол Павел прекрасно понимал, что внутри нас есть какие-то эти проблемы, да ведь? Есть эти проблемы. Мы сталкиваемся с этими проблемами. Кто сталкивается с этими проблемами? Когда вы стоите в очереди, вперед вас кто-то лезет, и внутри вас все взрывается, или вы едете на машине, и вас кто-то подрезал, и какое у вас желание? Ну, если вы такой более-менее опытный водитель, у вас желание обогнать его, встать перед ним и дать резко по тормозам, а знаете, почему я знаю такие желания? Потому что я сам езжу на машине. Один раз я еду в Каменский Уральский, и меня так подрезали, и это так меня возмутило, что вся моя духовность куда-то ушла, она нет, я обогнал этого водителя и резко дал по тормозам, он, понятно, тоже остановился, я довольный и поехал. Будешь знать, как подрезать. И когда я ехал, я вдруг подумал, Господь, вот зачем я это сделал? Зачем? Зачем я это сделал? Почему я это сделал? Вот в данный момент как я поступил? По духу я поступил или по плоти я поступил? Я прекрасно знал, дорогие, что я поступил не по духу. Потому что как только все это произошло, вдруг Дух Святой начал говорить и он мне сказал, не мстите за себя, не мстите за себя. И я понимал, что в этот момент мне просто надо покаяться. я сидел там за рулем и говорил, Господь, пожалуйста, прости меня, что я так поступил. Я каюсь, я понимаю, что я поступил неправильно. Я не должен был за себя мстить в этой ситуации. Я не должен давать было место гневу. И поэтому апостол Павел, он говорит, дорогие, поступайте по духу и тогда вы не будете исполнять чего? вожделение плоти. Павел говорит, у вас есть вожделение плоти. И Павел говорит, но у вас есть решение. Смотрите, когда мы говорим о нашей плоти, мы должны понять, мы должны понять, что проблема с плотью, она по сути решена. Нам надо обновить свое мышление, согласны? Потому что Писание говорит, что наш ветхий человек, он что? Он распят со Христом. И когда мы говорим, ну послушайте, я всю жизнь так жил и все вокруг так живут. Писание говорит, послушай, но ты можешь так не жить. Почему? Да потому что Иисус решил эту проблему. Твоя плоть, она распята со Христом. И Писание говорит, вы уже не должники плоти. Ты говоришь, ну я всегда так жил, я не могу жить по-другому, вот я такой человек. Писание говорит, послушай, нет, ты другой человек, ты новое творение, и ты больше не должник по плоти, чтобы жить по плоти, потому что твоя плоть, она распята со Христом. Мы умерли для греха, говорит Павел, чтобы что? Чтобы жить для праведности. Скажи на это аминь. Но я этого не чувствую, я наоборот чаще чувствую, что я умер для праведности, а вот как-то для всего другого. Нет, Писание говорит, что мы умерли для греха, и пока вот здесь что-то у нас не изменится, понимаете, вот здесь, вот здесь, когда я чувствую, как моя плоть, она набирает обороты, я просто встаю и говорю, Господь, я благодарю Тебя, что я умер для греха, я благодарю Тебя, Господь, что моя плоть сораспята со Христом, я благодарю, что я не должник плоти, и я больше не обязан ей подчиняться, слушаться, и я могу не жить по плоти во имя Иисуса Христа, потому что на кресте Иисус одержал победу над грехом и над нашей плотью, и Он дал нам это во имя Иисуса Христа, и мы не должники плоти больше. Скажи соседу, ты не должник плоти, она не может прийти к тебе и сказать, ты мне должен, ты мне должен, ты можешь сказать, ничего я тебе не должен, если я что-то кому-то должен, так это Иисусу Христу, но никак уж не тебе. Ты меня мучила 20 лет, загоняла в тупики, вовлекала в проклятие, все, твое время закончилось, я новое творение во Христе Иисусе, я буду жить не по плоти, а по духу. И Павел говорит, дорогие, у вас есть решение проблемы, да, есть вожделение, но Павел говорит, дорогие, вы можете поступать по духу, вы можете поступать по духу, и когда мы поступаем по духу, это приводит нас на территорию благословения, когда мы поступаем по духу, где дух Господень, там свобода. Есть другая история из Ветхого Завета, это история про Иосифа, про Иосифа. Помните Иосифа? И Священное Писание говорит, что Иосиф, благодаря своим братьям, которые сильно, конечно же, любили его, попал в рабство, братская любовь. Если бы Иосифу сказали, Иосиф, хорошо быть братьям вместе, Иосиф бы так постоял, посмотрел на вас, знали бы моих братьев. Они продали его в рабство, и он оказался в доме Патифара. И Священное Писание говорит, что жена Патифара, ну, как говорят, положила глаз на него. Она ходила, смотрела на Иосифа, ждала удобного случая. И вот как пришел момент, она приходит Иосифу и говорит, Иосиф, ты такой красивый, ложись со мной, спи. Я верю, дорогие, что в это время Дух Божий сказал Иосифу, Иосиф, знаешь что, беги скорее, пока не поздно. Беги. И Иосиф, он со всех ног побежал от нее. Он оставил свою одежду, думает, лучше Бога слушаться, лучше побегу от нее. И я верю, дорогие, что если мы рождены свыше, в нас есть Дух Святой. Согласны? В нас есть Дух Святой. Что отличает нас от этого мира? Что у нас есть Дух Святой. И Писание говорит, Он наставит вас на всякую истину. И я верю, когда мы оказываемся в какой-то ситуации, Дух Святой говорит нам, как поступить. Понимаете? Он может говорить по-разному. Он может говорить по-разному. Он может просто взять какое-то слово из Писания, и ты в какой-то ситуации, может быть, как Иосиф, и ты в какой-то ситуации, и в это время Дух Святой тебе говорит. Дух Святой тебе свидетельствует. Беги. И тут вопрос, что ты будешь делать? Ты можешь встать и сказать, беги. Такой шанс один из ста. Такой блат у меня появится. Продвинусь по лестнице. Беги. Что за глупости? Но я верю, Дух Святой говорит нам. И Павел говорит, дорогие, если вы хотите избежать вожживания плоти, просто поступайте по Духу. Нет ничего сложного. Я верю, дорогие, что когда дьявол нас затягивает в какие-то сомнительные вещи, Бог не молчит. Ибо Он не был бы тогда любящим Отцом. Он предупреждает нас. Он говорит. У нас загораются какие-то красные лампочки. Они дают нам сигнал. Опасность. Тревога. Беги отсюда. Вопрос, что сделаем мы? Поступим мы по Духу? Или поступим мы по плоти? Понимаете, о чем я говорю? И твое решение приведет тебя на определенную территорию. Ты можешь оказаться на территории, где ты будешь видеть Божью славу, Божью силу, Божью благодать, Божью милость. Ты можешь оказаться на территории, где ты ничего этого видеть не будешь. И только будешь спрашивать, Господь, а где ты? А ты меня слышишь? Он всегда нас слышит. Мы не туда порой заходим. Бог всегда на своем месте. Мы порой не на своем месте. Понимаете? Можно на клавиши кого-то? А, рис. Я в конце хотел бы рассказать одну притчу. Можно? Я не знаю, слышали вы эту притчу или нет. Она называется «Пес и голубь». Кто-нибудь слышал из вас эту притчу? Не слышали? Ну и хорошо. Однажды один одинокий человек, чтобы как-то развеять свою тоску, завел себе маленького щенка. Этот щенок, естественно, рос, ел и превратился в добротного пса. И жил у этого человека. А потом к этому человеку в дом залетел голубь. Этот человек сказал, возьму его себе. И он стал кормить этого голубя. И пес, видя этого голубя, он начал злиться. Этот человек видел, как пес постоянно хочет загрызть этого голубя, растерзать. И когда этот человек пошел к ветеринару и спросил, слушай, у меня такая ситуация, у меня есть пес и у меня есть голубь. И этот пес, он постоянно хочет уничтожить этого голубя. Что мне делать? И ветеринар сказал, проблем-то нету. Избавься от голубя. Этот мужчина расстроился. И когда он подошел домой и вставил ключ в замочную скважину, он услышал, что дома лай, виск. И когда он зашел, то увидел, что пес схватил голубя. И голубь лежал на полу, израненный, с крыльями, сломанными. Этот человек отогнал пса, взял голубя, отнес его в другую комнату, начал кормить, поить. И решил, я должен избавиться от этого пса. И что он только не делал. Он пытался выманить его из квартиры куском мяса, но тот не выходил. Он пытался его вытащить, но пес рычал и кусался. И тогда этот человек в злости сказал на этого пса, послушай, что бы ни было, я все равно избавлюсь от тебя. Я столько тебя о тебе заботился, столько тебя кормил. И когда он сказал эти слова, он вдруг остановился и сказал, точно, ведь я здесь хозяин, ведь я тебя кормил. И что бы ни было, я все равно избавлюсь от тебя. Он зашел на кухню, достал всю еду для собаки, собрал все эти миски и выкинул на помойку. И каждый день он приходил к голубю и кормил его, и поил его, а пес сидел голодный. И когда хозяин садился есть, пес смотрел на него с жалобными глазами, но хозяину надо было немало воли, чтобы не кормить пса. Прошло время, и голубь крепчал, становился сильнее, а пес становился худым и слабым. И когда этот пес стал совсем слабым, хозяин взял, подошел его, подошел, взял за шкирку и выбросил его на улицу. А голубь спокойно жил в его квартире, а пес неплохо научился жить на улице. Вот такая притча, и вы понимаете, о чем она. Да ведь? Пес — это наша плоть, голубь — это наш дух. Да ведь? И мы сами выбираем, кого мы каждый день кормим, кого мы каждый день питаем. Мы сами выбираем, кто в нашей жизни будет сильнее, а кто будет в нашей жизни слабее. Это наш выбор. Понимаете, о чем я говорю? Это наш выбор. И я верю, дорогие, что Бог — Он любящий Отец. На самом деле, все обетования, которые есть в Библии, я только могу сказать на них «Аминь». Потому что Бог не лжет. Если Бог что-то сказал, то это истина. Это правда. Мы не имеем права усомниться в Его любви. Мы не имеем права обвинять Бога в своих бедах и в своих несчастьях. Потому что Он — любящий Отец. Он нас любит каждый день непрестанно. Каждый день Он заботится о нас. Он благословляет, Он хранит нас. Каждый день. Его сердце переполнено любовью к нам. Он каждый день с утра простирает к нам руки, как мы только просыпаемся. И Он ждет нас. Он не перестает нас любить, даже когда мы спотыкаемся или падаем. Он поднимает нас, очищает, прощает наши грехи. Это наш Бог, любящий Отец. Вопрос отношений — это вопрос нашего выбора. Понимаете, о чем я говорю? Мы выбираем, как нам жить. И наша жизнь приводит нас в определенные обстоятельства. Но, дорогие, я верю, где бы мы ни оказались, Бог силен вывести нас. И если даже где-то мы поступили по своей плоти, это не повод сдаться, опустить руки. Это повод прийти к Отцу и сказать, Бог, я благодарю, что Ты любишь меня таким, какой я есть. Я благодарю Тебя, Господь, что для меня есть прощение, что для меня есть кровь Иисуса, что для меня есть решение, что для меня есть благословение. Я вырвусь из этих обстоятельств, даже если я сам туда залез. Ты все равно не оставил меня. Ты выведешь меня. Ты поднимешь меня, Господь. Потому что Ты любящий Отец. Ты мой пастырь. Ты мой щит. Ты моя глава. И Ты любишь меня. Аминь. Нам так важно это знать. Нам так важно это знать. Когда мы читаем вот это послание Галатам, Павел, он говорит, что я вновь повторяю вам. Павел не уставал говорить об этом христианам. Дорогие, не надо жить по плоти. Не надо жить по плоти. Мы призваны быть новым творением. Мы призваны жить по духу. Аминь. Павел говорит, я напоминаю вам. Я напоминаю вам. Это так важно знать. Потому что мы надежда этого города. Церковь это столб и утверждение истины. Мы призваны Богу, чтобы истина она проповедовалась. Чтобы истина звучала. Мы призваны всей своей жизнью свидетельствовать о Христе, о Его любви, о Его благодати, о Его милости, о Его благословении. Он нас для этого призвал в этом городе и в любом другом. Аминь. Это наше призвание. Редактор субтитров А.Семкин